В Севастопольском государственном университете впервые открылась школа молодого дипломата. Участников поприветствовали Георгий Мурадов, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, и Владимир Нечаев, ректор СЕФГУ. Для своей школы-дипломата организаторы пригласили профессиональных спикеров, стараясь сделать информацию максимально интересной и полезной. Школа будет проходить в режиме офлайн и онлайн. Наши спикеры, они не только из Севастополя, они и из Симферополя, из Москвы, из Дамаска, из Египта. Мы подключаем специалистов различного профиля. Это и дипломатические работники, это работники науки, это государственные служащие, которые ребятам в режиме лекции, в режиме мастер-классов преподадут сложную науку дипломатик. Программа обучения состоит из нескольких блоков. Занятия будут проходить два дня – 26 и 27 ноября. Первый день – это будет теоретический этап, будут проведены лекции по разным направлениям. Второй день – это будет этап отбора, будет самопрезентация и собеседование, по итогу которого мы узнаем, кто войдет в студенческий клуб и станет дальнейшим послом нашего университета. Лучшие участники программы получат верительные грамоты послов доброй воли СЕФГУ. Для многих студентов полученные знания и опыт станут хорошим подспорьем для дальнейшей учебы и трудоустройства. Для ожидания большие, кажется, они воплотятся в жизнь, потому что, судя по нашей программе, должно быть очень интересно. Мы должны получить очень много новых навыков, либо попрактиковать уже имеющиеся. Помимо студентов, в образовательном проекте участвуют 11-ти классники. В этом году в школе номер 45 готовится выпуск дипломатического класса. И многие ребята уже сейчас заранее присматриваются к будущей профессии. Я надеюсь, что данное мероприятие поможет мне определиться с выбором окончательным. Все-таки будет каким-то для меня напутствием, возможно. Всего для участия в школе молодого дипломата зарегистрировалось более 50 студентов, различных институтов и 15 школьников. Николай Кузнецов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.